Художественная гимнастика – это один из самых изящных и аристократичных видов спорта. К тому же достаточно молодой. Причем не только по дате возникновения, но и по возрасту спортсменок. Первые шаги на гимнастическом ковре девочки делают в возрасте 4-5 лет. Поэтому и требования к тренерской работе особые. Это все-таки работа с детьми. У детей каждый день свое настроение. Еще когда мы работаем утром, кто-то недоспал, кто-то переспал. И как бы тяжеловато. Но есть свои плюсы в этом. Потому что это дети, это очень интересно. Это очень интересно наблюдать за их результатами, когда у них что-то получается. Гимнастика – это вид спорта, в которой по сравнению с тем, что это красиво, как мы все со стороны видим, это еще и больно. И каждый к боли относится, наверное, не так, особенно когда свой ребенок. Это очень тяжело. Но в любом случае тренер – это мало того, что он как мама этому ребенку, он еще и психолог. И каждому ребенку свой подход. В Бреск из Дюшор Динамо отделение художественной гимнастики пользуется популярностью. Каждый год на тренерский просмотр сюда приходит не один десяток девочек, мечтающих стать Любовью Черкашиной, Алиной Кабаевой и Мелетиной Станютой. Наш вид спорта молодой, мы берем очень маленьких детей, и, как правило, к 10-11 годам начинает такая стадия наступать, что ребенку уже не хочется, потому что он устал, это очень тяжело. И тогда дети начинают бросать, уходить в танцевальные кружки. Конечно, мы своего рода готовим к танцам, я все время говорю, детей. Жалко, обидно, потому что вся школа гимнастики, она дает всю подготовку полностью. И, конечно, от нас очень легко потом устроиться в другом виде спорта даже бывает. И тэквондо потом идут уже растянутые дети от нас. Ну, мы все время надеемся, что будут такие дети, которые всю душу отдадут гимнастике, и, в конце концов, все-таки вырастим своих собственных чемпионов. Чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо трудиться в зале. Занятия хореографии и тренировки с предметами занимают у юных спортсменок по 4-5 часов в день. Практически раз в два месяца гимнастки участвуют в соревнованиях. И задача тренера – всегда найти нужные слова для мотивации. Каждому ребенку нужен издальный подход. Такие какие-то общие требования, замечания говоришь всем, ну, чтобы держать дисциплину. Одному ребенку нужно сказать более мягкой форме замечания, а второму – более жесткой. То есть каждый ребенок реагирует по-своему. То есть они даже чувствуют каждый тембур голоса, с какой интонацией говорит тренер. Одному ребенку нужно его успокоить, как-то подбодрить, сказать, что ты молодец, все получится. Другому ребенку, наоборот, нужно сказать. Вот жестко так, чтобы он понял, да, что собрался еще, как бы, то тоже идет как бы индивидуальная работа с ребенком. В отделении художественной гимнастики работает пять тренеров, и каждый из них пришел в эту профессию по зову сердца. Здесь куются не только победы, здесь растят чемпионов. Девочки приходят с пяти-шести лет, им уже надо сразу же выкладываться, потому что если они начнут работать сразу же, будущего у них не будет, потому что мы заканчиваем очень рано свою карьеру. А так они трудолюбивые, способные. Ну, я надеюсь, что наши будущие звездочки. Попасть в национальную сборную, отобраться на чемпионат или Олимпийские игры – эти мечты юных гимнасток обретают реальные черты через талант и трудолюбие. А их у воспитанниц Динамовской школы не занимать.